Ребят, вот многим нашим соотечественникам, ну никак этого не понять, но в Испании ты не можешь просто так пробурить скважину на своем участке. Почему? Да потому что вода здесь это предмет роскоши, а неконтролируемое бурение может привести к серьезным экологическим проблемам. В Испании каждое бурение требует получения специального разрешения, которое включает в себя всестороннюю экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду. Без него, ну тебе грозят просто огромные штрафы и вплоть до уголовной ответственности. Вот вам реальная история наказанных, когда штрафы доходят до сотен тысяч евро и даже уголовного преследования. Первый пример. Штраф в 150 тысяч евро в Альмире. В одном из самых засушенных регионов Испании один местный житель решил пробурить скважину на своем участке без получения всякого рода разрешения, потому что это очень долго. Он рассчитывал использовать воду для орошения своего сада. Однако вот местные власти очень быстро обнаружили незаконную скважину. В результате ему был наложен штраф в размере 150 тысяч евро, а скважину приказали закрыть. Второй пример. С конфискацией и штрафом в 200 тысяч евро в Мурсии. А в регионе Мурсия, ну которая известна своими такими большими обширными сельхозугодиями, вот уже фермер попытался обойти закон и пробурить скважину без лицензии. А знаете что в итоге? В итоге, кроме того, что ему пришлось заплатить огромный штраф в размере 200 тысяч евро, власти к тому же конфисковали все оборудование, которое он использовал для бурения. А фермеру предписали восстановить участок в его первоначальном виде. В третьем примере у нас уже штраф в 300 тысяч евро в Валенсии. В 22 году в обществе Валенсия был зафиксирован случай, когда владелец небольшой фермы был оштрафован на 300 тысяч евро за незаконное бурение и использование воды из этой скважины. Несмотря на то, что доводы о том, что вода была необходима ему для выживания его бизнеса, суд принял решение в пользу защиты водных ресурсов региона. Кроме того штрафа в 300 тысяч, владелец был обязан возместить ущерб экосистеме, а это, соответственно, дополнительные затраты к этим 300 тысячам. А вот вам пример уже уголовного преследования в Альмерии. Один из самых, наверное, известных случаев произошел в провинции Альмерия. Здесь фермер незаконно пробурил сразу несколько скважин на своем участке, у него огромный такой участок был, и использовал воду для орошения больших площадей. В результате его действий значительно снизился уровень подземных вод, что привело к пересыханию водоемов в соседних районах и серьезным проблемам с водоснабжением для других фермеров. В этом случае власти решили не ограничиваться административным штрафом, и против фермера было возбуждено уголовное дело по обвинению в экологическом преступлении. Суд признал его виновным в нанесении ущерба в окружающей среде и приговорил к тюремному заключению, правда, условно, но все равно, а также к значительному штрафу, который превысил 300 тысяч евро.